Если спросить у любого человека о самом плохо пахнущем животном, то практически все вспомнят о скульсе, и совсем немногие назовут еще кого-нибудь. Но в природе существует достаточно других животных, одурманивающих своим зловонием и от которых желательно держаться подальше. Определенные индивидуальные запахи у животных – это их возможность определиться в экосистеме. Так они ограничивают свою территорию, защищаются от врагов и выбирают себе партнеров для продолжения рода. Человек в процессе эволюции утратил способность распознавать оттенки запахов, а животные до сих пор и еще на многие века вперед смогут различать множество ароматов и тонко чувствовать все их оттенки. Знакомим вас с самыми яркими представителями царства животных, обладающих сногсшибательным зловонием. 5. Пахучий стафелин или быстроног вонючий В природе пахучий стафелин охотится на червей, улиток, многоножек. Потревоженный жук становится в оборонительную позу, широко раскрывает свои мощные челюсти и поднимает брюшко над головой. На кончике брюшка имеются выделительные железы, из которых при опасности выделяется жидкость с отвратительным запахом. Это вещество при попадании на кожу способно вызвать ожог, а при глотании, судороге и разрушении слизистопищеварительного тракта. Жук-бомбардир защищает себя от назойливых хищников, муравьев, лягушек и других жуков с помощью сильной струи кипящей жидкости, выпрыскиваемой под высоким давлением. Эта жидкость содержит перекись водорода и гидрохинон. Струя из едкого и с ужасным запахом вещества сражает врага молниеносно. К тому же, весь этот процесс сопровождается звуками, похожими на трещания. Клоп или жук-вонючка по-научному называется щитник-черноусый. Характерная особенность этого вида – наличие на задней части головогруди желез, выделяющих пахучую жидкость. Для других насекомых она представляет опасность и может вызвать не только временный паралич, но и смерть. Для самого клопа она угрозы не несет. Наоборот, кроме отпугивания врагов во время опасности, секрет пахнущих желез используется для привлечения партнера во время брачного периода. Жук-вонючка производит вонючее вещество в грудной клетке. 5. Южноамериканский гаоцин издает зловонный аромат постоянно. У этой птицы есть анатомическая особенность, которая отличает ее от большинства пернатых нашей планеты. Дело в том, что зоб гаоцина составляет до 25% веса его тела. Основы питания птицы составляют грубые и ядовитые листья растений семейства ароидных. Зоб гаоцина служит подобием желудка, флора которого нейтрализует токсины и начинает переваривание еды. Пища проводят в пищеварительном тракте до 48 часов. Из-за этой особенности гаоцин источает вокруг себя крайне неприятный запах, а его мясо не употребляют в пищу даже коренные жители Южной Америки. 6. Еще один пернатый представитель, который использует дурно пахнущую жидкость в оборонительных целях – это древесный или лесной удод. В период воспитания птенцов у взрослых птиц и птенцов специальные железы вырабатывают дурно пахнущую маслянистую жидкость, которую они выпрыскивают в сторону врага. Удод никогда не чистит свое гнездо от помета. Со временем в гнезде собирается внушительная куча помета и остатков корма, благоухающая, как помойка. За эту особенность удода называют вонючим петушком. Африканский полосатый хорек или зарила обитает в Африке и принадлежит к семейству куньях. Внешне он напоминает скунса. При появлении врага зарила вздерошивает шерсть, поднимает хвост, а затем выстреливает пахучий мускусный секрет своих прианальных желез на значительное расстояние. Выделяющаяся ядовитая зловонная жидкость слышна почти за километр. Этот запах пугает даже тигров, которые не отказались бы полакомиться зарилой. Для защиты скунс применяет свое знаменитое оружие – запах. Под хвостом у зверьков расположены парные анальные железы, в которых накапливается зловонная жидкость, содержащая сернистые соединения. При угрозе скунс сокращение мышц выбрасывает струю секрета в сторону врага. На расстоянии 1-3 метров струя попадает точно в хищника. Причем при прямом попадании в глаза жидкость вызывает временную слепоту. Но даже в случае промаха зловоние в радиусе 5-10 метров просто непереносима. Апоссум – это древнее животное, за века не претерпевшее больших изменений. Их относят к сумчатым млекопитающим. Очень интересный факт. Если животное испугать, оно мигом падает на землю и притворяется мертвым. Изо рта начинает течь пена, глаза становятся стеклянными, а анальные железы выделяют особый дурно пахнущий секрет. Апоссумы могут оставаться неподвижными очень долго. Такая имитация смерти спасает жизнь животному, а его преследователь покидает место, где находится зверек. Через определенное время апоссум снова живой и здоровый. Росомаха – это плотоядное животное, похожее на маленького медведя, на самом деле свирепое и очень сильное животное. Оно может убить соперника в несколько раз превышающего его собственные размеры. Звание вонючего животного росомаха получила из-за очень резкого и неприятного запаха мочи, которой она метит территорию и привлекает противоположный пол. Как и скунцы, во время опасности или от спуга, росомахи могут выпустить дурно пахнущую струю. Говорят, что если эта струя попадет на охотничьих собак, те могут потерять остроту своего чутья. Если этим секретом росомаха пометит человека, запах будет держаться до 10 дней. Тасманийский или сумчатый дьявол издает большое количество устрашающих звуков – от монотонного рычания до жутких пронзительных криков. Именно ночные устрашающие крики и привели к тому, что первые европейцы дали ему дьявольское имя. Это всеядное животное, но предпочитает уже разложившееся тухлое и червивое мясо. Сумчатые дьяволы весьма агрессивны и очень пугливы. Будучи встревоженными, эти животные, подобно скунсам, издают сильный неприятный запах. 4. Овцебык Еще один вонючий обитатель нашей планеты – овцебык. Для ухаживания за самкой у мужских особей имеется до 15 способов. Одним из них является выделение ужасно вонючей жидкости. Самки, в свою очередь, принимая ухаживание, также выделяют очень неприятный по запаху секрет из-под глазничных желез. Кроме ухаживаний за самкой, зловонный секрет овцебыков служит ограждением своей территории от других ее обитателей. Во время метки территории вонючей мочой небольшое количество жидкости попадает на плотную шерсть овцебыка, что и способствует развитию устойчивого неприятного запаха. 4. Четырехпалый муравьед На самом деле, четырехпалый муравьед занимает первое место в этой необычной гонке. Тамандуа изобрели свой способ уходить от опасности. Они замирают, как только услышат, что их кто-то преследует, или храбро обороняются, используя в схватке передние лапы с большими когтями. А самое страшное, тайное оружие, которым пользуется четырехпалый муравьед при сильном испуге – это зловоние. Его выделение в семь раз сильнее, чем у скунса, и в пять раз, чем у полосатого хорька. Тамандуа встают на задние лапы, упираются на хвост и выпускают из своих анальных желез струю, имеющую ужасный запах, издавая при этом устрашающий шипящий звук. Из-за этого запаха этого зверька часто называют лесной вонючкой. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания, и подписывайтесь на наш канал.